Недавно пересмотрела фильм. Молодая провинциалка Энди Сакс приезжает в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в карьере журналиста. И устраивается на работу в журнал МОД под руководством Миранды Присли. Все удивлены, что Миранда берет ее на работу, а вот работа для нее оказывается сущим адом. Однако, несмотря на все трудности и неприятности, Энди продолжает работу, потому что такая работа даст ей перспективу подняться по карьерной лестнице, добиться профессионального успеха. По работе она знакомится с модным журналистом, который обещает ей помочь. И в конце фильма мы видим перед собой зрелого специалиста профессионала. Работа, работа и еще раз работа. А как вы думаете, на английском языке слово работа будет переводиться одним и тем же словом? Или здесь будет опять какой-то подвох? Как в этом тексте мы переведем слово работа? Job, work, occupation, а может быть что-то еще? Welcome to Marina K Class. Добро пожаловать в наш мир слов. Приветствую старых и новых подписчиков. Благодарю за ваши лайки, комментарии, донаты. Желаю всем прекрасного настроения на уроке. А мы снова погружаемся в мир слов. Продолжаем пополнять свой словарный запас легко и без зубрюшки. Как вы уже догадались, сегодня мы будем строить цепочку из слов, связанных с работой. Job, work, occupation, career, profession. Для того, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу, человек должен получить образование в колледже или в вузе. И получить профессию. Profession. Род занятий, специальность. Occupation. Можно заменить еще его таким словом. Но, к сожалению, мы не всегда работаем по профессии. Например, she works as a waitress, but she is a teacher by profession. Она работает официанткой, но по профессии она учитель. A writer by profession. A wet by profession. Смотрите, какие устойчивые выражения идут с этим словом. Если нам надо сказать, что мы кто-то по профессии, воспользуемся еще предлогом by. The military profession – военные профессии. The medical profession – это врачи. А в выбранной профессии можно строить карьеру, можно добиваться каких-то профессиональных высот. Появляется слово career. Карьера – профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице. Человек может choose a career, begin a career, change a career. А если человек нацелен на карьеру, мы его называем career-minded, то тогда он стремится подниматься по карьерной лестнице. To climb the career ladder. Вообще-то еще можно еще и разрушить карьеру. To ruin a career, to wreck a career. А можно построить блестящую карьеру. A brilliant career, обещающую – a promising career. И вообще карьера может быть в любой профессиональной сфере. Career in – обратите внимание, здесь предлог in. Career in teaching, in writing, in management, in acting, in marketing, in banking. Подставляйте свою карьеру. Предлог in поможет вам сделать это грамотно. Вы уже поняли, слова профессии и карьера совпадают и по значению, и по тому смыслу, который мы вкладываем, с теми словами, которые есть в русском языке. Главное – обратите внимание на произношение. Во всей этой рабочей кутерьме самыми запутанными являются job, work и occupation. В предложениях the work was done, the job was done – разницы никакой нет. Работа была сделана. И на этом сходства закончились. А в чем разница? Ведь не просто же так. В языке появилось сразу несколько слов, которые можно перевести как работа. Самое универсальное – work. Work – это работа в широком смысле. Это умственная, физическая деятельность. Ну, обычно за деньги, хотя можно и без денег. Это место, где человек работает. Отсюда выражение at work, go to work, live for work, work at, work for. Работать на компании или на кого-то, например, I work at – Сбербанк, I work for Mr. Brown. Ключевое в слове work – деятельность, после которой должен появиться какой-то результат. Work of art – произведение искусства. Homework – домашняя работа. Housework – работа по дому. Work on project – работать над проектом. Charity work – благотворительная работа. Work out – тренировка в спортзале. Work out – а если это глагол to work out, это составит какой-то план. Разработать. Work можно выполнять в офисе, дома, на работе, на садовом участке. Везде главное добиться какой-то цели, какого-то поставленного результата. А что такое job? Смотрим в словарь. Job – это тоже работа. Кстати, синонимом job нам здесь дают не activity, как у слова work, а employment – занятость. Почему? Job напрямую связана с нашей профессиональной деятельностью. А job всегда оплачиваемая работа. Та работа, за которую мы получаем деньги. Для того, чтобы получить job, нам нужны какие-то профессиональные качества. Qualifications for the job. Apply for a job. Look for a new job. To lose a job. To get a job. Мой попугай старается, поет для вас. Ну, я не могу его успокоить. Я думаю, он не мешает нам. В зависимости от того, насколько ответственно вы выполняете свои должностные обязанности, свои инструкции, свои профессиональные навыки, вы получаете, соответственно, и оплату труда. Работа может быть part-time job – это частичная занятость. Или, как мы говорим, на полставке. Full-time job – это полная занятость. А old job – это так. Работа от случая к случаю. Подработка. Работа несет оттенок обязательности выполнения. Обычно мы выполняем эту работу за определенную плату. У нас есть определенные инструкции. И, соответственно, работа может быть well-paid, хорошо оплачиваемая, low-paid, плохо оплачиваемая. И получая зарплату за выполнение профессиональных своих обязанностей, мы, в общем-то, можем даже иногда закрыть глаза, что у нас boring job или, например, stressful job. Ну, хотя иногда она может быть и challenging, и responsible. Вы поняли, что job входит в область слова work как проявление профессиональных качеств в рабочее время в офисе. Слова job и work можно заменить на слово occupation – занятие, деятельность, работа. Это синоним для слова job, который используется в формальном языке, в официальном языке. Если вы заполняете какие-то бланки, вы заполняете заявление о приеме на работу, то там в графе занятость вы встретите слово не job и не work, а occupation. И, например, вам могут предложить state your name and occupation. In this space marked occupation, she wrote police officer. В графе профессия написала полицейский. Может быть, full-time occupation – также полная занятость. Main occupation – основная работа. Current occupation – текущая работа. Previous occupation – предыдущая работа. What's your main occupation? – это официальный вопрос, который вам могут задать во время приема на работу. I'm a waitress by occupation. Я работаю официанткой. Предыдущий пример можно расширить так. She is a teacher by profession. Teaching isn't a well-paid job. She is thinking about changing occupation and becoming a waitress. Yesterday she started to work as a waitress. Now she is a waitress by occupation. Почувствовали разницу? Occupation может быть синонимом work, если мы говорим о какой-то именно занятости в свободное время. Lack of occupation – безделье. Pleasant occupation – приятное занятие. Favorite occupation – любимое занятие. Useful occupation – полезное занятие. И without definite occupation – без определенного рода занятий. Ничем не занят. Look for some occupation – искать занятие. Давайте подведем небольшой итог. Occupation – можно заменить job, если мы используем это в официальной речи, в официальном языке, как работа. И мы можем заменить слово work на occupation, если мы говорим о каком-то занятии, хобби, чем мы занимаемся в свободное время. Вот такая разница. Есть, конечно, грамматические подсказки. Если мы выбираем между job, work и occupation, то надо иметь в виду, слово job является только существительным. Оно может быть исчисляемым в единственном и во множественном числе. Occupation тоже является только существительным. И является также исчисляемым существительным. Стоит только разница, что occupation для официального языка. Например, Обычно люди, работающие по совместительству, трудятся на низкооплачиваемых работах. Переходим к work. Work может быть существительным, но оно неисчисляемое. Во множественном числе оно никогда стоять не будет. У меня много работы. А вот occupation, как занятие, времяпровождение, может быть во множественном числе. Одним из моих детских увлечений было коллекционирование марок. Work, в отличие от job и occupation, может быть глаголом. Вы его можете встретить в таком контексте. И если собрать все вместе, то очень занятый человек может о себе рассказать так. У меня так много работы. У меня две работы частичных. Преподавание – это основное мое занятие. По вечерам я работаю в саду и выполняю всю работу по дому. Чтение и садоводство – это мое любимое времяпровождение. Для закрепления материала я составила для вас небольшой обзор фильма «Дьявол носит Прада». Попробуйте заполнить пропуски. Ключи и сводная таблица со всеми словами в конце урока. Друзья, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Поделитесь видео, если оно было для вас интересным и полезным. А я с нетерпением жду вас на следующем уроке. Bye! Субтитры создавал DimaTorzok